Для создания крупной индустриальной державы одного энтузиазма мало. Поэтому молодой советской власти пришлось организовывать строительство крупных промышленных объектов. Без мощных грузовых автомобилей подобная задача была бы невыполнима. Перед конструкторами московского автозавода имени Сталина была поставлена правительственная задача создать трехтонку. И вот в 1933 году с конвейера завода начали сходить автомобили ЗИС-5. Вы посмотрите на эти возрастные морщинки. Автомобиль уникален тем, что он живой и до последнего работал. Грузовик производит впечатление добротного изделия, настоящего работяги. Его внешность лишена каких-либо украшений. Зачем они рабочему классу? Он угловат и фундаментален. Похоже, что конструктором был чушь-циркуль. Крылья, кстати, тут когда-то стояли угловатые, гнутые из листа, но в ходе ремонтов их заменили на штампованные круглые. Материал кабины – металлопрокат и дерево. Леса в стране было полно. Да и лесорубов тоже. Радиатор ничем не прикрыт. Посмотрите, какие широкие подножки. Без них забраться в кабину проблематично. Внутри комфорта чуть больше, чем в шкафу. Зато просторно. Если не считать торчащего рычага коробки передач, пол тут ровный. Печки нет, зато открывается форточка размером чуть ли не в полстекла. Стандартный набор приборов. Руль большой, а как же иначе? Управление тут честное, без усилителя. Капот открывается и справа, и слева. Под ним рядный шестицилиндровый бензиновый нижнеклапанный двигатель объемом 5,5 литров и мощностью 70 лошадиных сил. Тут он оригинальный, с помпой сбоку. Трогаться с места полагается на второй передаче. Педали тормоза и сцепления тугие по сегодняшним меркам. У мотора паровозная тяга. Он позволяет на четвертой ползти со скоростью пешехода. Аппетит у него богатырский 35 литров бензина. Но кто его тогда считал? Природных ресурсов в стране всегда было навалом. У ЗИСа богатая кинобиография. Помните фильм «Судьба человека» или «Директора»? Кроме базовой модели существовало более 20 модификаций. Автобусы, трехоски, полугусеничные вездеходы, пожарные машины. Всего изготовили около 600 тысяч ЗИС-5. Это были простые, мощные и выносливые автомобили. Герои труда – солдаты. Недаром во многих городах бывшего Союза Советских Социалистических Республик им поставлены памятники. Субтитры создавал DimaTorzok